Привет! Вов уже перешел на Аргус, и после проделанной работы вновь появляется информация об изменениях за последний месяц. Итак, привычно начну с классовых правок. Начиная с перехода на Аргус, почти у каждого класса была туча багов, например бесконечный прыжок у воинов. Всё это постепенно исправляю, но больше всего правок получили шаманы, дека, роги и, наверное, больше всего уходники на демонов. Перечислять все изменения, я думаю, смысла нету, ибо в этом месяце на один класс приходится почти столько же правок, как и на половину за прошлый месяц. К классовым правкам могут добавить реализацию бонусов за Т20 вещи. А именно, как и стандартно, за 2 вещи 2 определённых бонуса, а за 4 куска 2 дополнительных бонуса к способностям класса. Систему добавили, но пока ещё не ко всем классам, осталось лишь несколько. Но также разработчики начинают реализовывать Т21 шмот. Но вот, получить Т21 шмот мы сможем уже в Анторусе, Пылающем Троне. Ну и дополнительно к бонусам вещам добавлю, что были доделаны бонусы от легендарных вещей. По крайней мере, к некоторым. Теперь об реализации заданий и прочем. За этот месяц было реализовано относительно небольшое количество квестов. Все они были на расколотых островах по всем локациям. Вероятно, вскоре разработка полностью переметнётся на Аргус. Ещё в игру было добавлено несколько игрушек, как и крафтовых, так и падающих с мобов. Суммарно, их около 15. Среди этих игрушек, наверное, не самая полезная игрушка, это камера селфи. Ну и для любителей боевых питомцев была добавлена, наконец-таки, цепочка на питомца. И при этом, выполняя дополнительную цепочку квестов, можно будет получить маунта. Но цвет маунта будет зависеть от того, какого пета вы выберете. Также было добавлено 2 инста для прохождения пета. Не могу сказать, насколько оно работоспособно, но по идее, должно работать. Ну а за прохождение подобного подземелья будет удаваться 1 пет, опять же, в зависимости от проносимого инста. Ну и среди общих правок была доделана система поиска рейда LFR. Например, теперь можно одновременно вставать несколько очередей сразу. Да и по словам разработчиков, был допилен режим LFR со своими правками. То есть, по крайней мере, теперь он не должен быть таким лаганом, как раньше. Ну а по сути, это были последние правки на данный момент. Благодарю вас за просмотр. Удачи!